Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала СГУ-ТВ. Сегодня мы разговариваем об Эвересте. Я с удовольствием представляю вам гостей нашей студии. Валентин Иванов, Владимир Пучков, Николай Черный, Валерий Хомутов. Они все заслуженные мастера спорта, все имеют ученые степени. Голя, я тут от Абрамова слыхал, что теперь норма выходить на восхождение ночью. Вот с севера, во всяком случае. Он так сказал, что выходим в ночь на гору. Да, в 11 вечера. А в нашей экспедиции ночное восхождение это было, так сказать, новинкой. К этому мы еще подойдем. Такая тяжелая работа, без сна и отдыха. Вот. Питание должно быть хорошее. Вот у нас есть небольшой очерк о столовой, которую организовал Владимир Воскобойников. Столовая, а наша кают-компания, самое оживленное место. Владимир Воскобойников, консультант экспедиции по питанию, как мог старался разнообразить меню. Как удавалось ему, не зная ни одного восточного языка, объясняться со своими помощниками-шерпами тайны, которые, может быть, заинтересуются лингвистами. Для каждого лагеря, для каждой высоты предназначен свой рацион. Высококалорийный и легкий. А хочется наверху каши с маслом, щей, соленых огурцов, сало. Так. Разносолов не было? Ну, было все калорийно. Было все продумано до мелочей, конечно. Ну, питанием занимался целый огромный институт, который высчитывал все калории, все, я не знаю, витамины, составил рационы по высотам. Там было задействовано большое количество народа на составление именно питания. И что, Коль? Ну, немножко смешно звучит, но мы все продукты везли из Москвы. Как будто в Непале их нельзя было купить. Значит, это надо было валюту тратить. А это было... Совершенно верно. Это была первая экспедиция, когда не знали, что там есть. Сейчас мы из Москвы, вот сейчас-то сегодня везем, значит, вот я тут с Валерой весной встречался, я хотел купить и купил. 5 килограмм леща, вяленого леща там нет. Это точно. Не водится. А пиво есть. И колбасы хорошие, тоже килограмм 5. Вот так, для куражу. Вообще остальное в Катманду покупается. Повар у нас Непалец, но он с нами уже много лет работает. И Абрамов даже его пристроил как-то в Москве в ресторан Тарас Бульба на две недели, чтобы он научился борщ варить классный. Он все это умеет делать в лучшем виде. Утром свежий сок давит. Йогурты китайские, значит, не портятся хоть 3 месяца на морозе. Но не вредны ли они? А кто его знает? В жизни вообще вредна. Жизнь. Так сейчас проблем с питанием никаких нет. У нашего агента тибетского, современный парень, спутниковый телефон, звонишь ему, куры мороженые кончились, пригони пару коробок. Ну там вообще дорога на щавере, он на мотоцикле привозит. А в Непале, значит, то же самое звонишь в Намчи-базар, оставляешь деньги, в пятницу базарный день, тебе купят и через 3 дня принесут все. Ничего надо. А почему так быстро? А? 3 дня эти что они? От Намчи-базара до базового лагеря. Рыночная экономика. Она-то вообще догонна. Включая ледопад кумбу и доставку продуктов. Вот ты понимаешь ее преимущества. Так, ну хорошо. Шерпы, вот шерпы. Вместе с нашими альпинистами работали шерпы. Они отличные высотники. Хорошо переносят низкие температуры и нехватку кислорода. Но подняться выше третьего лагеря, выше 7 850 метров, шерпы неоспекли. Музыка. 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 «Еще несколько лет назад прохождение такого маршрута считалось невозможным», сказал при встрече с нашими альпинистами Эдмунд Хиллари. «Один из первых свидетелей на Эвереста. Я думал, это команда самоубийц». Так оценил маршрут Рейнгольм Местер, дважды побывавший на вершине Эвереста. Продолжение следует... но кислородное обеспечение было высоко классное да вообще экспедиция была когда вот состоялось это классическое решение когда цк партии должен дало добро тогда буквально вся страна включилась подготовку экспедиции на самом высоком уровне кислородное оборудование готовили наши авиационные фирмы причем готовили очень долго в течение нескольких лет не буду три значит совместные были пробы его пока не пришли вот к тому что было и оказалось что с этим оборудование им до сих пор ходит чем она лучше и по соотношению качества цена просто конкурентов не имеет реально то все экспедиции ходят на российском кислороде с российскими редукторами масками но звезда как-то она немножко подзавяла поиск такая фирма лидеры вот она обеспечивает 95 процентов если не больше всей мировой потребности в этом деле ну и пять процентов англичане там делают маски но не менее удобно и а баллон у них просто тяжелая но уже они под наши редуктора маски то все стыкуются не в дюймах а в миллиметрах поняли когда мы были на кончинжанге значит там соседней экспедиции американцев произошел казус у них кислород с масками соединялся ли счет такое не к нам прибегали просили у фирма дел разные делали одна сделала верить стыкуется или нет американцы не догадались полагать что должно быть должно накручивая а когда в базовом лагере он что-то никак не хочет они приходили к нам ночью моим выделили коль сколько-то им выделено одолжили 6 баллов и два комплекта редуктор маски подняли авторитет отечественного альпинизма да нет это не альпинизм это техник технический уровень технической службы обеспечивает науки вообще говоря и о прочности и уровень отношения делать на витые вот эти вот упрощающие там а не важен матери позитивно знаете вы сейчас будете смеяться наш общий знакомый валентин михалов бужуков он много работает над организацией и производством кислородного снабжения альпинистов он рассказывал что он дошел до того что кислород будет добывать из снега у него много и задумок много идей снег это говорит о том что он знает хорошо химию на уровне формулы воды у 2 тут небольшой реактор на с собой маленький да но нужно не смогу потому что не вообще ни одного с баллоном закончилась достаточно трагически он не взорвался подъем барометрическое давление в три раза меньше в три раза меньше и кислорода в воздухе здесь все против человека здесь каждый грамм тяжелее пуда а баллон с кислородом это 3000 грамм поэтому идти с кислородом или без вопрос непростой из-за нехватки кислорода притупляется мышление теряется координация движений начинается расстройство зрения опасность обморожения возрастает еще в москве было решено при восхождении использовать кислород здесь же все индивидуально каждый по самому самочувствию пользовался кислород а вот пальцем как можно прокомментировать то что местнор ходил без кислорода очень просто можно комментировать все что ходится том числе и местнор без кислорода это делается как человек получает хорошую акклиматизацию хорошо тренированы а дальше начинается довольно с низкой высоты достигает вершины и спускается на те же самые высоты где уже безопасно если такой человек вот попадает в ситуацию когда он не может вовремя спуститься оказывается ночью то 90 процентов это трагический исход кислород выходит из организма и все он у нас были ямалайские сборы вы видели ну конечно вот видели там как дышит дышит азотом ну да ильинский вот примерно так же только не азотом да еще тесь кислород из организма выходит и становится каждый может это надо быть месснером есть организм он у каждого человека разное есть вот люди вот у нас в экспедициях на фамилии было много было которые внизу прекрасно бегали там марафоны и все прочее поднимается на 6000 и его болтает он спускается вниз на следующий год еще больше тренируется на следующий год приезжаясь выходит на 6000 и дальше не может то есть это такой достаточно сложный момент и и к тому же на это живет нужно тренировать это делал это от бога большая часть но он сейчас ну и и кроме того что от бога нужно еще это поддерживать тренировка до ответственности было берден и почти это переносили то ли букреев в сборную по лыжам чем был ахи делал всю а наравнение кмс наравнение мало того что кмс у него еще и болезнь была у него это самая астма и он только в горах себя чувствовал отлично поэтому ходил поэтому ходила высоко без кислорода да а был и берден он он был физиологический феномен я бы так сказал ну еще кроме того что он феномен он тренировался большим у него были тренировки очень мощные когда ты тренируешь всего с недостатком кислорода вот большие нагрузки ты же фактически готовишь себя работе на высоте базовый лагерь провожает эдуарда мысловского и владимира глыбертина им предстоит поставить 5 лагерь если все будет в порядке штурмовать вершину по правилам восходители поднимают на вершину три вымпела своей страны непала и организации объединенных наций до свидания двух дней поднимались в третий лагерь отсюда с высоты 7800 метров им надо было дойти до четвертого отдохнуть преодолеть еще 250 метров и установить палатку пятого штурмового лагеря до вершины эвереста оставалось 348 метров в холоде шел первым обрабатывал маршрут с четвертого лагеря шли по узкому как проволока гребню для действенной страховки минимально расходуя кислород они были первыми кто преодолел эти невероятно трудные 250 метров после двух дней напряженной работы вот на таком маршруте на третий день был организован вот этот пятый лагерь он представлял из себя одну единственную палатку и всего оборудован был для двух человек то есть если будут подходить группы с большим составом они должны дополнительно что-то приносить с собой затем мы ну переночевали ночь в пятом лагере даже можно считать что не переночевали а переждали ночь ждали утра чтобы не как можно раньше выйти и в 6 часов утра мы вышли уже на восхождение путь к вершине оказался сложнее чем они ожидали случилось непредвиденное мысловского тяжестью рюкзака перевернуло вниз головой чтобы спастись он отстегнул рюкзак и сбросил его в бездну вместе с кислородным снаряжением свой кислород отдал товарищу Былыберген лучше переносивший высоту в 6 часов утра они вышли на штурм вышли сначала на западный гребень и по западному гребню довольно таки быстро погода была неплохая правда очень сильный ветер и мороз западный и там характер такой что идешь идешь по гребне потом стенка по гребне потом стенка ну и каждую эту стенку принимаешь ну думаешь наконец вот она дальше уже ничего не видно стенка это будет совершенно вылезаешь там опять гребешок опять стенка наконец в 2 часа 30 минут дня это было четвертого кажется 4 мая да 4 мая мы поднялись на вершину 348 метров они прошли за 8 часов по 45 метров в час они вышли наверх а вы уже подходили к штурмовому лагерю подошли мы все вместе мы там уже были оборудовали лагерь этот он был на двоих а нас было четверо то есть вы его расширили ну да сняли палатку расширили немножко площадочку приготовили все и уже готовились хорошо отдохнуть когда поступил сигнал что Володя сказал что им тяжеловато конечно роль Володя не преуменьшить здесь нет конечно нет это благодаря ему было совершено это первое вот это двойка двоечное восхождение двум до предела измотанным альпинистам грозила холодная ночевка под открытым небом без кислорода без еды среди ледяных шлейфов Эвереста обычно после таких ночевок мы просыпаемся там на высоте надежда на собственной силы а если нет на товарищей наверное этим и силен альпинизм силен настоящими трудностями настоящей дружбой общей тревогой тревога штурмового лагеря Сергей Бершов и Михаил Туркевич уходят к вершине но уходят не на штурм на помощь все четверо спускайтесь прием нестрахожно если все в порядке если все в порядке и вы спускаетесь все четверо скажи несколько раз 4 4 4 несколько раз скажи будем понимать что вы которые спускают и неск Beltова конечно Близилась ночь. Темп мы сразу взяли очень высокий. Обычно на помощь шли. Да, шли на помощь ребятам. Шли очень быстро. И в течение трех часов мы подошли к ним. Это была высота 8700 метров. Была непогода. Шел мелкий снег. Черепичное строение такое скал пред вершины Эвереста. И покрытое снегом не дает возможности двигаться по нему спокойно. Это очень опасный и такой напряженный путь. 20 часов прошло с тех пор, как Былыбердин и Мысловский вышли к вершине. Встретили мы их через три часа. Это часов в девять вечера. Уже было темно. Вышел к ним первый Сережа, подошел. Ну, мы сразу наладили маски кислородные, дали им кислород. И горячие под пуховками держали, значит, горячий чай, компот, который мы приготовили. Они выпили этот чай, там, съели карманное питание, которое у нас было в рационах. Ну, почувствовали себя сразу гораздо лучше. У нас, в общем-то, до этого возникло решение попытаться сделать ночное восхождение. Тем более, что до вершины 150 метров по высоте осталось. И действительно нам понадобилось всего, даже, пожалуй, меньше, немного часа, чтобы выйти на вершину. Ну, вначале, конечно, впечатления не было почти никакого. Но пока мы не поняли, что мы действительно на вершине. Смотрим купол, да, это же уже Эверест. Я говорю, Миша, это Эверест. Он не может выйти, говорит. Вот тут мы вместе, в общем, зашли на длинную веревку. Здесь, короче, связались. Значит, попеременно шли, сложно было. А тут снежный склон не такой, в общем-то, уже сложный. Мы ближе связались и зашли на вершину. Такого обыденного, в общем-то. Не было торжественности такой. Ну, и, естественно, захватил с вершины сувениры, это камушки, вот, памятные. Быстро направились вниз, потому что мы знали, что ребята далеко не уйдут с того места, откуда они, где мы с ними встретились. И действительно, мы их застали там, мы спустились к ним в течение часа, мы уже их догнали. Вот, и они были на снежном склоне, на Крутом. Скальный склон, покрытый снегом, они сидели, ждали нас, но мы их издалеков не увидели. Опять же, они без кошек были, металлические, которых мы все время шли. И здесь они остановились, опять же, истощение наступило. Они просто, опять сил мало, хотя и с кислородом, и скользко на этих плитах, они идти не могли. Ну, мы, значит, начали спускать их по перилам. Как это делается, это альпинистский термин такой. Мы растягиваем веревку, один спускается, второй закрепляет сверху. И они по этой веревке спускаются. Дальше они остаются, опять один из нас спускается вниз, прокладывает путь, закрепляем опять веревку, опять. Ну, вот, уважаемые зрители телеканала СГУ-ТВ, вот такие вот истории происходили и происходят вокруг Иереста и других гор. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok